Всем добрый день! Сегодня мы будем в нашей подставочке, да, лёвочке, грунтовать. Для того, чтобы нам загрунтовать, я беру грунтовку. Это может быть любая отрезовая грунтовка. Это может быть лак, разведённый с водой. Ну, соотношение смотрите сами. По сути, когда будете грунтовать, то есть консистенция должна быть, ну, как водичка. Единственная разница, да, что грунтовка, она немножечко по-другому сохнет. То есть лак надо будет ещё контролировать, чтобы у нас ничего не слиплось. И плетение между самими витками, чтобы не забивалось. Обязательно надеваем перчаточки. Тут каждый мастер подходит немножечко по-своему. Я люблю грунтовкой прям-прям заливать изделия, в прямом смысле слова, чтобы прям оно было всё-всё-всё прям попитано. Грунтом, тогда долёт больше плотности. Читайте состав грунтовок. У меня грунтовка идёт с антиплесневым составом, с биозащитой. В принципе, это на каком-то подносике, тазике, да, делается, потому что будет много выпекать. В чём нюанс? Если в грунте, в лаке есть какие-либо составки антиплесень, да, они имеют свой характерный такой запах. Ну, то есть у некоторых вызывает просто этот запах раздражения, не знаю, ну, не нравится. В прямом смысле слова я прям беру и прям забиваю эту грунтовку во все части. Перед этим у меня плетение хорошо просохло, то есть до сухаря, как говорят, да. И всё прям обыльненько, обыльненько, обыльненько я всё это дело смазываю, чтобы между всеми виточками. Грунтовка вообще в большей степени её предназначение в строительстве для улучшения адгезии. Что значит адгезия? Адгезия – это значит соприкосновение между собой двух различных материалов. Ну, там стену грунтуют, да, потом, например, красят. Грунтовка забивает лишние поры, и это уменьшает расход краски. В нашем деле, по сути, грунтовка потом уменьшает расход лака. Но тоже очень интересный момент, да, грунт у нас акриловый и глубокого проникновения. То есть у нас наш грунт, он проникает глубоко в структуру трубочки. И уже после высыхания грунтовки изделие становится уже твёрдым, плотным, да, что никуда ничего с ним не произойдёт, оно не поведётся и так далее. Потом момент ещё самой грунтовки. Так как мы сейчас увлажняем, причём излишними с нами мы увлажняем. Сейчас последний момент, когда мы можем, ой, прошу прощения, когда мы можем как-то скорректировать внешний вид изделия, да, то есть если у нас где-то что-то повело, именно на момент грунтовки мы можем это немножечко подправить. Ну, я не жалею здесь грунта совершенно, да, то есть я всё максимально, прям уж пропитываю, они увлажнённые становятся замечательно увлажнённые. Потом излишний грунт, ну, можно вот как я, да, пособирать с поддона, позаливать дополнительно. Бусь, как обычно, у меня ребёнок что-то исполняет, стоит только видеосъёмку включить. То есть и изнутри, и изнаружи, и со всех сторон, да, мы покрываем очень-очень, очень прямой шея практически, как это даже некоторые петель сейчас называют, я заливаю грунтовкой, пусть лучше будет больше грунта, зато оно проникнет лучше во все трубочки. То есть если вы разбавляете лак вода, грунтуете лаком, я обычно грунтую лаком, только пищевые, там, фруктовницу, да, плела, я её обмонтовала лаком, это только из-за чего, потому что лак, я выбираю пищевой, ну, как бы поэтому, ну, не то, что пищевой лак, а то, что безопасен, да, прикатавтесь с продуктами, там, детям, пенотекс фирма, пока я других лаков, которые, вот, прям, прописано безопасно, да, с продуктами, так как у нас лак акрилов, он белый цвет, грунтовка тоже получается белого цвета, пенотекс, он даже больше молочного цвета, то есть, идет, и когда грунт делают, уже получается молочный цвет, то есть мы хорошенечко, хорошенечко всю плетулечку заливаем, прям аж от души, не жалея. То есть, и потом уже все вот это вот загрунтовано хорошо, ну, у меня, как бы, начался топительный сезон в доме печка, я ставлю около печки, но единственный, есть нюанс, да, когда резкое тепло идет, изделие из лазы может повезти немножечко, то есть, когда оно постепенно сохнет, изделие лучше сохраняет изначальную форму, Чем пытаюсь, когда как-то быстро экстремально высушить То есть, если я сушу около спечки, я контролирую постоянно Чтобы у меня изделие не повелось Ну, это как бы небольшое, но бывает, что дно может там Выгнуться в одну или в другую сторону По сути, я еще повторно прохожу Ну, здесь я не знаю, я советую не жалеть А там каждый мастер-мастерица выбирает на свой вкус и цвет У меня грунтовка Боллар, старые запасы С антигребковым эффектом Мне очень-очень нравится, просто у нас в городе, да и в доме очень сильная влажность Вот, поэтому Чем больше добавок от плесени, тем я себя чувствую как бы более надежнее Тут, может, конечно, от региона зависит, когда более сухой климат Мне кажется, это не столь важно, да Ну, либо изделия там для ванной, да, где повышенная влажность Ну, как бы, мне кажется, что антиплесневые любые добавки, они не будут лишние Ну, и вот таким способом, в принципе, я все свои Упаковочки, делочки, да, все, что мне нужно Точно по такому же принципу, не жалея грунта Я прохожу и снаружи, и внутри, и со всех, со всех сторон Я думаю, что вроде ничего нового не сказала Это информация незакрытого доступа Вся, в принципе, мастера грунтуры Ну, повторюсь, разница, кто-то выбирает Грунтовку, именно грунта Кто-то грунтует раствором оклада Ну, здесь, как и в основном плетении, в принципе, наверное, мне кажется, единого мнения не будет Повторюсь, даже вроде я один и тот же плетельщик Но разные изделия я грунтую по-разному Всем спасибо, если было полезно, ставим лайки Подписываемся на канал Спасибо, девочки, всегда прошу об обратной связи Спасибо, Светлане, которая подсказала, да, что у меня неудачный ракурс съемки Огромнейший вам, Светлана, спасибо за комментарий Без ваших комментариев я не смогу развиваться Поэтому всегда рада любым комментариям Да, положительные, отрицательные Девочки, не ошибается тот, кто ничего не делает Я делаю, причем стараюсь делать для вас Для себя мне зачем снимать Я и так буду грунтовать, да, либо плести Поэтому любые комментарии, любые ваши предложения Я всегда рада, спасибо большое Благодаря вам развиваюсь я, развиваюсь и расту Поэтому любой комментарий рада от вас получить Ну, в принципе, я думаю, поняли, да То есть мы как и эту грунтуем со всех сторон Глубоко, да, и надежно И потом, когда уже я прогрунтую все Я устанавливаю, ну, в основном на две трубочки Вот так вот подставляю, и она стоит на двух буквально трубочках Для чего это надо? Чтобы лишняя грунтовка на пальцах осталась Чтобы она стекала вниз Ну, так, сейчас вот даже встану какой-нибудь У меня все влажные сейчас трубочки под рукой Ну, допустим, да Я, правда, на другом поддоне сушу Я ставлю палочки и на них уже устанавливаю непосредственно Самое изделие, которое мне надо Которое датуется Если было полезно, ставим лайки Любым комментариям, огромное спасибо До свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!